доброе утро дорогие друзья сегодня 30 октября 2014 года четверг в эфире программа торговый план на виде портале трейдеров и трейдеры и с вами игорь суздальцев и владимир попов доброе утро ну что коллеги начнем с главных новостей сегодняшнего дня и скажу пару слов по тем двум событиям которые вчера произошли которые могут оказать решающее влияние на ход торгов сегодня это во первых как вы знаете до курс доллар рубль упал на 73 копейки за вчерашний день о причинах владимира продукт подробнее проанализировать ситуацию а в том числе с использованием различной аналитики но хочу сказать что о главном экономическом содержании такого давно не было сразу приходит на память лихие 90-е слово дефолт который означает невыполнение финансовых обязательств данном случае прежде всего государства и вот на мой взгляд падение допущение падения курса рубля на 73 копейки за один день является фактом невыполнение финансовых обязательств банком россии по отношению гражданам поскольку согласно федерального закону о банке россии он обязан обеспечивать защиту и и устойчивость рубля так вот этого не было сделано банк россии не исполнил своих финансовых обязательств перед гражданами то есть допустил на мой взгляд дефолт второй момент вчера вечером как вы знаете состоялся митинг врачей и учителей перед зданием мэрии его разогнали 7 человек в кутузке это тоже голодные 90-е уже не просто так сказать они вспоминаются они уже на лицо и всем человек которые находятся в овд вам это могут подтвердить так вот в данном случае речь идет о том что как и в 90-е органы управления не смогли обеспечить свою функцию свои финансовые обязательства перед бюджетниками по обеспечению их достойного жизненного уровня то есть допустили дефолт по своим финансовым обязательствам еще раз таким образом вот эти два события 2 дефолта государства вчера которые были допущены это не главное я не хочу сказать о главных а мы сейчас поговорим коротко это первые признаки дефолта вестники дефолта а главным признаки является ликвидация банковской системы прекращение выплаты пенсии этого еще нет но судя по тому как развивается событие это вполне может быть достаточно скоро например уже завтра конс 1 октября банк россии совет директоров банка россии будут рассматривать вопрос о прекращении поддержки курса рубля но нашли время неужели непонятно что рубль при этом может провалиться если они будут настаивать на своем праве дефолтировать по финансовым обязательствам по защите рубля то рубль может провалиться в такую глубину что не знаю и 50 из 100 рублей за доллар вполне реальных нельзя бросать утопающего может идти на самое дно который даже пока трудно себе представить или например 2 ноября состоится митинга врачей которые будут протестовать против снижения жизненного уровня снижения зарплат перевод на зарплату санитарок врачей и так далее так далее против всех глупости которые сейчас происходит вот мне интересно неужели у кого-то поднимется рука разогнать этот митинг голодных бюджетников моем понимании это крайняя степень морального падения и крайняя степень разложения системы государственность и поэтому не удивительно для меня что вчера вечером после разгона митинга врачей и учителей господин колокольцев владимир колокольцев министр внутренних дел россии подал в отставку понятно у человека есть совесть он не хочет брать разгон голодных бюджетников себе на карму и правильно делает вот с этим надо что-то делать вестники два вестника дефолта на лицо что-то надо делать и ну будем надеяться не только мы об этом знаем о том что происходит поскольку это все в сми естественно все об этом знают надеюсь что будет оценка такая же моя оценка предстоящего торгового дня к сожалению вот эти два вестника дефолта не дадут не могут позволить нам находиться в положительной зоне вполне вероятен снижение дальнейшее снижение российского рубля и вполне вероятно снижение цен на российские акции ну что владимир давайте посмотрим на какие новости есть у нас различных источников насколько они совпадают вот с этой точки зрения или может что-то новое нам дают давайте посмотрим как обычно на обзор который нам присылает агентство томсона рейтер вот смотрите федеральная резервная система завершила программу скупки активов и возила уверенность в том что восстановление сша продолжится несмотря на признаки замедления мировой экономики такая вот главная мысль от томсона рейтер по поводу этого заседания что странно то есть они перестали покупать свои токсичные активы свой мусор который не раскидали по миру и где же тут будет так сказать продолжение восстановления сша и мировой экономики да и вторая вот тоже очень важная новость для нашего рынка на след том что россия и украина не смогли подписать соглашение поставка газа на трехсторонних переговорах с участием ес и продолжить переговоры сегодня в четверг вечером как сообщает российском информагентство риа новости давайте посмотрим что у нас по нашему рынку рублевые цены российских акций поднялись следует четвертую сессию подряд на фоне стабилизации нестинных котировок после сильного падения а для валютного индикатора это стало второй сессии роста отмечает томсона рейтер рубль обновил все минимумы а цбр 5 5 раз сдвинул полетный коридор в первые три часа биржевых торгов среды за счет физического и спекулятивного спроса на валюту в условиях ее дефицита из-за западных санкций и необходимости погашать внешний займ а также на фоне по-прежнему низких цен на нефть отличает томсона рейтера не радостная да это не радостная новость рынок еврооблигации рф следу показал невыразительный рост опять-таки на фоне умеренной положительной динамики долговых обязательств развивающихся рынков поставление цен на нефть и ростами ставок американских казначейских бумаг европейские фондовые индексы продемонстрировали на небольшой прирост в среду оптимизм в преддверии решения монетарной политики фрс сша вот по итогам торгового дня индекс такс вырос на 0 16 процентов на 0 81 процент американские фондовые индексы завершить торги незначительными потерями среду после того как федеральный резерв свою программу доллар вырос на до трех недельного максимум против гены после того как р.с. опять таки завершила свою программу нефть нефть они казалось бы негативный фактор почему доллар растет я не понимаю но я думаю что здесь есть закономерность потому что как бы мы это видели что значит как только фрс начинала еще раньше объявлять сворачивание программы количественного смягчения доллара рейкерового роста вот почему это происходит это совершенно какая-то странная психология внушенная причем миру он должен падать потому что они прекращают закупать свой мусор свои токсичные облигации а он растет вообще удивительно этот мир настолько информационная машина сша подавила весь мир что если они захотят назвать черное белое мне кажется у них получится но они этого не делают вот они прибегают финансовой инженерии да но вот ну в общем-то контролирует мне кажется рынок безусловно давайте дальше на сорт бренда нефть сорта бренд демонстрирует снижение цены падают на 0 14 процентов и находится у отметки 87 долларов за баррель фьючерсный контракт на индекс стандартный курс прибавляет 0,05 процента и вот краткий итог который нам предлагает томпсон рейтер внешний фонд перед открытием торгов на российских фондовых площадках выглядит нейтральным полагает в агентстве решение фрс целом совпало с ожиданиями рынка это действительно наверное так вызвав небольшую коррекцию на фондовых площадках цены на нефть стабилизировались отметки 87 долларов за баррель до конца недели российские инвесторы вероятно сосредоточат свое внимание на внутренней монетарной политике будут ждать итогов заседания центрального банка рф которые вы заметили пройдет завтра это действительно будет событие так что вот так что нам еще предлагает томпсон рейтер вот пожалуй все да давайте когда перейдем немножко кратко посмотрим из текущих новостей но я бы вот отметил как вчера застрел внимание на новостях которые нам приходят с украины вот интересная новость голосование в донбассе пройдет почти без конкуренции демократия без конкуренции то есть один человек на одном месте один человек на одном место самопроглашенные республики донбасса готовы провести выборы своих парламентов и руководителей используя интернет но не зная точного числа избирателей а конкуренция сведена к минимуму за прохождение в парламент донбассе борются два объединения луганские три за голосованием будут выглядеть депутаты трех фракций государственной думы выборы будут нелегитимными для международного сообщества но придут руководству сепартийских образований хоть какой-то статус полагают эксперты вот ну и я считаю что это на самом деле переломное событие то есть мы сейчас будем наблюдать отход от минских договоренностей и значит и новый виток обострения с этим вот пока украина так сказать держит паузу никаких действий в отношении донецкой луганской за последние дни по моему вот не было единственное что руководство украины отозвало свою подпись с одного пункта по границам да то есть они отказались это это серьезно на самом деле ход но мы посмотрим то что сегодня будем внимательно наблюдать за новостями с донбасса и как только там будет что-то выходить мы будем делать обзор и я вам будем обсуждать и вот в 11 часов я знаю в 11 часов мы включимся для того чтобы обсудить текущие новости с точки зрения того как они могут повлиять на на рынок а теперь я предлагаю передать слово трейдеру финансовой группы клитофинанс дмитрию семенову сейчас мы его включим нашу систему дмитрий приветствую игорь приветствую владимир вы меня слышите да а мы слышим мы вас слышим и видим замечательно я вас тоже слышу и вижу что не может не радовать давайте сразу пойдем графиком посмотрим их да да давайте ну идея в продаже евро доллара от сопротивления, вернее от поддержки канала бывшего она как видно из графика реализовалась вот у меня даже осталась разметочка старая я показывал предположительное движение, но на самом деле это движение произошло лишь благодаря тому что вернее благодаря вчерашнему решению поставка, потому что могло быть и по-другому, ну просто в данном случае все совпало с прогнозом фунт-доллар идея с покупкой она оказалась неверной то есть технически с технической точки зрения покупки были хороши, но вмешался фундаментальный фактор и соответственно котировочки ввалились ну я по этой позиции убыток не взял я закрылся вчера по нулям то есть я вышел так сказать без потерь из этой позиции ну что касается индекса МВБ, вчера картинку я показывал вечером в 16.30, а вернее пардон в 13 часов и вот как планировалось вчерашний день закрылся вблизи вот этого сопротивления образованного наклонным уровнем, образованным сотом мувингом ну и сегодня соответственно будем смотреть как откроется рынок исходя из этого уже делать какие-то торговые решения ну идеи сегодня никаких у меня нет, честно говоря даже графики не смотрел валюту, показал то что было буду сегодня торговать исключительно на фондовом рынке как обычно желаю всем удачных торгов, не забывайте про правила управления капиталом на сегодня у меня все спасибо спасибо Дмитрий так ну что дадим Юрию конечно у нас Юрий Чеботарев с нами сегодня и мы сейчас посмотрим откуда он сегодня выйдет, вот сегодня он выходит из дома да Юрий здравствуйте доброе утро я уже посмотрел сегодня видео по поводу разгона демонстрации этой в Москве хотя я далеко от России нахожусь, но практически в курсе событий я кстати видео не видел, там сильно их повозили по земле, да? ну там, да, там этого журналиста его сразу свалили и даже слова не скажет, не скажет и где-то тут же подбежало человек восемь его схватили и в кутузку а потом вторую там женщину, которая там выступала, ее тоже посадили в ЗАГ и увезли это в Ютюбе выложилось понятно, понятно вот я с вами полностью согласен по поводу вот предвестников дефолта дело в том, что я хорошо помню дефолт 98 года и там, если вы помните, там же тоже был валютный коридор рубль тогда стоил примерно, доллар стоил 5 рублей за рубль и был валютный коридор и его тоже постоянно-постоянно сдвигали, сдвигали а потом раздвинули так, что получился дефолт ну и потом уже сменили руководителя центрального банка ну в общем там катастрофа произошла значит, тут да, скорее всего, что мы видим первые предвестники дефолта и скорее всего, что они будут иметь политическую причину, не экономическую если в 98 году мы имели экономическую причину дефолта то в этом году мы можем получить политическую причину дефолта ну что вы имеете ввиду? они же не специально, в конце концов, загоняют страну в дефолт вряд ли же есть такой план скорее наоборот, они стараются все сделать для того, чтобы предотвратить поскольку они же понимают, что от какой-то стабильности зависит их положение по власти правильно? я думаю, что логика тут наоборот логика предотвратить но другое дело, что вот попытка предотвратить несет собой такие, так называемые непредвиденные последствия собственных шагов в виде того, что ухудшается вроде бы намерения благие а результат обратный вот вы имеете ввиду то, что Владимир имеет ввиду они как бы, может быть, хотят хорошо а получается как всегда или умысел какой-то вы усматриваете в их действиях? нет, я совершенно другое имею ввиду я имею ввиду то, что центральный банк, это я уже говорил там просто бездарные личности сидят они не умеют управлять финансами страны поэтому говорить о том, что эти люди что-то там пытаются это говорит ни о чем кухарка не может управлять государством так же само и неудавшийся экономист Набиульда не может управлять центральным банком вот что я говорю то есть вы видите непрофессионализм как основа для последствий да, абсолютно непрофессионализм полный непрофессионализм и все ее заместители это абсолютно безграмотные люди вот дальше почему я говорю политическая будет основа у дефолта дело в том, что нашим рынком сейчас основным драйвером российского рынка являются политические события и то, как их будут проводить и мы видим, как их проводят они отрицательно сказываются на состоянии финансов, экономики и всего остального то есть то упорство, которое наше руководство занимает по отношению Украины и всего мира вот оно проявляется в этом и за все это будут расплачиваться люди с собственным карманом понятно и голодные бюджетники прежде всего которые так-то копеечные зарплаты получают а сейчас их начали угонять, увольнять ну конечно, они первыми и забузят это понятно я думаю, что если сейчас начнутся эти события какие-нибудь нехорошие в Восточной Украине то запад объявит новые санкции и мы просто свалимся куда-то понятно ну это вполне вероятно потому что я вчера тоже об этом сообщил реакция практически всех западных политиков европейских и американских негативных на выборы которые пройдут 2 ноября в так называемых ДНР и ЛНР вот это означает, что на Западе опять-таки происходит консолидация и Россия, значит, подталкивает эту консолидацию то есть если еще там полгода назад мы имели такую вялую Европу более-менее мобилизованную США то теперь европейские политики фактически идут единым фронтом и по большому счету я не думаю, что это вот только лишь потому что американцы их над это подтолкнули нет, 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 нет они же исходят из некоторого объективного анализа и заявление Лаврова о том, что Россия признает уже выбраться заранее они еще не прошли, но она уже признает вот смотрите вот это крайне непрофессионализм да, это непрофессионализм это попытка, ну я не знаю настаивать на том на чем к тому, к чему нет никаких ну оснований для России в политическом плане посмотреть свои собственные интересы и их же подрывать ну это кажется очень обратите внимание какую позицию занимает Китай о котором все молчат Китай просто молчит и наблюдает и никого не поддерживает даже Россию не поддерживает ну а что Китаю остается когда ему заложены так сказать месторождение нефти и газа он же выдал кредиты нашим гигантам да и эти кредиты явно получены под залог месторождения еще недопытой и даже разведанной нефти да вот он мне ситуация напоминает Китай действует по принципу помните был такой фильм не бойся я с тобой да, когда там на зоне подходит это не твой зуб и не мой зуб это уже его зуб в России да, сейчас вот кажется что это наше месторождение но это уже не наше месторождение по факту вот то о чем вы говорите это тоже элемент проявления политического драйвера в нашей экономике то есть политические события являются ведущим драйвером российской экономики никаких других экономических факторов нет только политика влияет на состояние экономики России поэтому мы видим такой курс рубля да я вот кстати хочу обратить ваше внимание я недавно на него обратил внимание российской государственности 1152 года и вот впервые вообще в истории мы остались вообще без одного союзника например с наполеоном мы боролись в союзе с немцами австрийцами там другими некоторыми да с фашистской Германии мы боролись в союзе с французами в Великобритании и США еще ряд стран а вот сейчас такая ситуация когда и бывшие друзья и бывшие ради они все стали врагами то есть своими последними мы настолько отвратили от себя всех и как бы вот понятно что ведь Крым сам не столько сам по себе в плане территории для нашей огромной страны Крым добавил 3 копейки в плане территории да а то что мы напугали не только тех кто был традиционным нашим противником но и традиционных союзников например понятно что Казахстан, Белоруссия перепугались что мы сейчас конечно потому что я вот прочитал недавно что в северном Казахстане русская диаспора тоже подняла тему угнетения их прав естественно запаниковал Назарбаев сейчас если эту тему начнут развивать он потеряет весь северный Казахстан который в советское время если помните он вообще был на половину русский да как нерусские жили и работали да это была программа еще раньше то целина да 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 с целинных еще времен и естественно многие остались жить то есть конечно вот эта вот ситуация что мы остались вообще без по союзникам это конечно тревожит причем немножко в юморную тему уйду у нас вот всегда когда идет вопрос о союзниках уже лет 20 говорят о том что а вот Башкан Гагаузи это официальная должность небольшой республики в рамках Молдавии кому да Гагаузи да он выступил в поддержку России да да я все время спеюсь Башкан название такой должности руководителя смешное во вторых Гагаузи где это что это юг Молдавии да вот я внимательно последнее время слежу за тем что говорит Башкан Гагаузи так вы представляете даже Башкан Гагаузи нас еще не поддержал то есть ситуация крайнего кризиса на лицо вообще подобная ситуация в истории России поскольку уже вы застроили историю России была в период Ивана Грозного то есть когда царствовал последний Рюрикович вот и после этого пошла смута и так далее вот его тоже он ни с кем не держал никаких отношений со всеми ссорился с окружением ссорился в общем вот такая была тоже политика примерно понял вас спасибо Юрий ваш взгляд на открытие рынка сегодня по рублю и по рынку акций да я понять как поскольку я нейтральный стратег на рынке то затрудняет что-то сказать я думаю что рубль дальше пойдет вверх хорошо ну в смысле падать вы имеете ввиду да да я имею ввиду да вверх да а по экономическому содержанию падать то есть может даже 44 увидим сегодня сегодня да а по рынку акций как вы думаете удержит вот этот положительный тренд последних дней в развитии или будут пока острых политических событий нет в стране то будут стараться его держать или даже чуть-чуть поднимемся но как только появятся какие-то острые политические события либо в россии либо вокруг россии все поняли вас Юрий спасибо спасибо Юрий я вижу у нас еще есть сегодня гость мы не знаем кто это может дадим ему слово и если он сможет с нами поговорить то мы его подключим да еще есть до открытия рынка несколько минут да давайте мы вот у нас есть гость у него включен микрофон вот мы правда не знаем имени но обращаемся к нашему гостю вы нас слышите? это гость который в системе не тот который смотрит а который вышел в систему ну видимо он не хочет сегодня говорить поэтому ну что Владимир какой итог вы сегодня подведете? я думаю что вот волна позитива на рынке акций мне кажется сегодня продолжится вот я так скажу думаю просто я не вижу здесь какой-то особой рациональности за этой волне ну вот а какая волна вот на каких новостях даже интересна эта волна я так понимаю что последняя волна была связана с тем что покупала государство вот мне так кажется а волна то вот если государство только продолжит покупки то да а другой другой то новостной фонд такой вот какая такая волна может повлиять какое хорошее событие может повлиять потому что внутренние события все негативные внешние ставка решения ФРС тоже как бы ну я думаю что больше негативная для российского рынка акций вот какое бы вы назвали в плане так сказать положительного я не вижу такого положительного события поскольку даже вот если взять ну главный такой может быть драйвер это заседание центрального банка который завтра состоится да то есть гадание что-то что же там произойдет хотя вполне ну так сказать ожидаемо что как бы центробанк ну я можно вообще даже ничего долгом не примет да это было бы лучшим вариантом да вот ну просто вот есть волна такая некая рациональная волна вот за счет покупок государства может быть может быть потому что ниоткуда больше денег да что касается рубля ну вот мы видим рубль ныряет вниз вот и я думаю что это и дальше то есть сегодня вы думаете остановить они не смогут и не захотят скорее всего нет ну что коллеги вот такой информационный фонд перед открытием осталось три минуты до открытия мы к сожалению хотя все внутренне настроены на рост естественно но к сожалению констатируем что скорее всего сегодня развития пойду не развитие будет негативным на мой взгляд она будет негативным и по рублю и по рынку акции но вот Юрий Чеботарев считает что по рынку акции скорее всего держит Владимир тоже я так понимаю склоняется к тому что могут удержать сегодня положительный тренд по акциям и мы можем увидеть такой разом одноправный тренд ну что ж посмотрим время покажет вот ну в целом еще раз говорю конечно негативный фон налицо ну вот у нас гость пытается подключиться но пока не получилось ну что ж давайте попробуйте в 11 часов уважаемый гость будем рады вас видеть ну а сегодня тогда программу торговый план мы завершаем и на некоторое время поставим так сказать трансляцию курс рубля чтобы на открытие первыми на него посмотреть всем удачных торгов до свидания хороших торгов до свидания и демонстрации до свидания ну и до свидания Продолжение следует...